Сорок восьмая голова Книги Прока Иеремии О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — горе-нево, он опустошен. Кориафаим посрамлен и взят, Мезгав посрамлен и сокрушен. Нет боли и славы Моава, в Ессивоне замышляют против него зло. Пойдем истребим его из числа народов. И ты, мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оранаим, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оранаима неприятель слышит вопль разорений. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так, как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями, И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь, господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его, скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона. Ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Аруэра. Спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериоф, и на Васор, и на все города земли Моавицкой, дальние и ближние. — Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, — говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? — Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. — Знаю я дерзости его, — говорит Господь, — но это ненадежно, пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севаимский. Плачем и озеро, отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от Кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут болей топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Елеаалы и до Яацы они поднимут голос свой. От Сигора до Оронаима до Третьей Еглы, ибо и воды Немрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кодящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель. Ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова голая, и у каждого борода умолена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить рыдая. Как Моав покрылся стыдом, обратил тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел полетит он и распростет, распострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердца храбрых мовитян будут в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. — Ужас, и яма, и петля для тебя, житель Моава, — сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилевшие, но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и теми сыновей мятежных. Горе тебе, Моав, погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава.